Пищеварительная система. Пищеварительная система перерабатывает пищу в вещества, которые питают весь организм. После пережевывания еда попадает в желудок в виде маленьких кусочков, которые перевариваются специальными веществами, ферментами. Пища проходит через горло с помощью сокращения мышц. Этот процесс называется перистальтикой. Строение пищеварительной системы. Рот, слюнные железы, пищевод, желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, тощая кишка, слепая кишка, аппендикс, прямая кишка. Рот. Ротовая полость является первым этапом пищеварительной системы. Внутри ее расположены зубы, десны, гланды и слюнные железы. Передней частью рта являются губы. Они состоят из мышц, которые помогают удерживать пищу в ротовой полости. Зубы. Зубы нужны для пережевывания пищи. Первые появившиеся зубы называются молочными. Они вытесняются коренными зубами, которые вырастают в количестве 32. Эти зубы делятся на резцы, клыки, малые коренные и большие коренные. Резцы и клыки откусывают пищу, а большие и малые коренные зубы пережевывают ее на мелкие кусочки. С научной точки зрения коренные зубы вырастают, когда человеку становится 12 лет. Вы пережевываете пищу для того, чтобы желудок мог переварить ее. В этом процессе участвуют губы, зубы, язык, слюны и железы. Во рту пища пережевывается на мелкие кусочки. Эти кусочки перемешиваются со слюной. После этого пища проглатывается. Желудок. Далее пища двигается по пищеводу и попадает в желудок. В желудке пища делает первую длительную остановку. Под действием желудочного секрета она превращается в кашеобразную массу и перемешивается. Сокращаясь, мышцы желудка продвигают пищу дальше, в кишечник. Большая часть желудка находится под самым левым ребром и только одна шестая часть под правым. Кишечник. Тонкий кишечник – это трубка около 6 метров длиной. Он занимает практически всю нижнюю часть брюшной полости и является самой длинной частью пищеварительной системы, соединяющей желудок с толстым кишечником. Большая часть пищи переваривается уже в тонком кишечнике с помощью специальных веществ – энзимов. Тонкий кишечник перерабатывает пищу на разные вещества. Они попадают в кровь сквозь стенки тонкого кишечника. Пища попадает в кишечник с помощью сокращения мышц. Этот процесс называется перистальтикой. Еда проходит сквозь тонкий кишечник в течение 6 часов. Толстый кишечник получает переваренную пищу из тонкого кишечника, который не может ее переварить. В течение от 12 до 36 часов остатки пищи перерабатываются в твердое вещество – кау, которое выводится из организма. А вода и соль перерабатываются в мочу. Печень. Печень – это клиновидный буро-коричневый орган, находящийся с правой стороны брюшной полости, но немного заслоняющий желудок. Печень – самый большой орган тела, выполняющий около 500 функций. Они включают в себя накопление витаминов, минералов и глюкозы, фильтрация крови и выделение тепла для поддержания постоянной температуры крови. Печень – самый большой орган в человеческом теле и выполняет большое количество функций. Она расположена ниже легких в верхней части брюшной полости. Печень разделяется на два отдела – правый большой, а левый маленький. Каждый отдел состоит из небольших клеток, называемых лобулами. Каждые 2 минуты вся кровь проходит через оба отдела. Гормональная система помогает регулировать активность вашего тела. Она состоит из нескольких желез, названных эндокринными железами, которые производят группу химических соединений, известных как гормоны. Гормоны проходят по кровеносным сосудам и распространяются по телу, пока не достигнут конечной цели. Строение гормональной системы – гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, надпочечники, поджелудочная железа, яички, а у женщин – яичники. Гипофиз выделяет химические элементы, называющиеся гормонами, которые влияют на ткани и органы всех частей вашего тела. Эти гормоны влияют на ваш рост, также на мочу и другую. Существует две отдельных части гипофиза – большая передняя доля, которая выделяет различные виды гормонов, и задняя доля – она выделяет гормоны, нужные в другой части вашего мозга, названные гипоталамус. Щитовидная железа – одна из главных гормонопроизводящих органов. Она находится в шее, ниже гортани, и соединяет две доли вместе. Щитовидная железа производит два различных гормона. Один из них повышает химическую активность вашего тела для производства энергии, а другой – повышает уровень кальция в кровяном потоке. Ваша паращитовидная железа состоит из четырех маленьких оваловидных структур, вкрапленных в щитовидную железу. Они производят гормон, который повышает уровень кальция в крови. Когда уровень кальция падает, эта железа либо выделяет гормоны в различные части вашего тела, либо забирает излишек кальция для того, чтобы поддержать здоровый баланс. Ваши надпочечники – это малые гормональные органы, которые находятся на верхней части ваших почек. Внешняя часть этой железы производит три гормона. Один контролирует баланс минералов в вашей крови. Стероиды регулируют ваш метаболизм, то есть обмен веществ, и половые гормоны для воспроизводства. Внутренняя часть железы выделяет адреналин и гормон, позволяющий телу немедленно реагировать на стресс. Поджелудочная железа находится в верхней части брюшной полости, прямо под желудком. Она производит желудочный сок и также два гормона – инсулин и глюкогон в кровь. Эти гормоны нужны для того, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Глюкогон, действуя на печень, поднимает уровень сахара, глюкозы в крови, пока инсулин уменьшает уровень сахара в крови. Яички. Если вы мужчина, у вас имеется два яичка, которые находятся снаружи брюшной полости, внутри мошоночной сумки. Яички производят гормон, называющийся тестостерон. Он контролирует развитие мужских воспроизводящих органов и также от него зависят характеристики, показывающие половой развитие. Сюда входит изменение форм тела, рост волос на лице и теле, изменение голоса, изменение в поведении. Яичники. Если вы женщина, то у вас имеется два яичника, по одному яичнику на каждой стороне матки. Яичники производят два женских половых гормона, называющихся эстроген и прогестерон. Эти половые гормоны контролируют развитие женских воспроизводящих органов и показывают характеристики половой женской зрелости. Сюда входит развитие груди, рост волос на теле и изменение очертаний тела. Лимфатическая система – это своеобразная защитная система нашего организма. Все наше тело пронизано лимфатическими сосудами, в которых лимфоциты вырабатывают защитные белки, антитела. Они помогают организму бороться с вирусами и бактериями, защищают и избавляют нас от болезней. Лимфатические узлы – это фасолеподобные органы, которые располагаются в нескольких тысячах лимфатических сосудов. Функция лимфатических узлов заключается в очистке и фильтрации лимфы или тканевой жидкости на пути из ткани тела в ваш кровяной поток. Клетки внутри лимфатических узлов очищают и уничтожают вредные бактерии. Селезенка. В селезенке происходит захват и уничтожение вредных бактерий и вирусов, чужеродных клеток и веществ, а также вырабатываются антитела – первые защитники нашего организма. Кроме того, селезенка каждую минуту процеживает 100-200 мл крови и удаляет из нее все отжившие или поврежденные клетки. Мочево-делительная система. Эта система служит для выведения из организма веществ, ставших ему уже ненужными. Основную роль здесь берут на себя почки, которые выводят 70% всех веществ с мочой. Остальные 30% выводятся из организма с потом через кожу, через слизистые оболочки и через прямую кишку, когда мы какаем. Почки – это парный орган. Одна почка расположена справа под ребрами, вторая слева. Почки выводят избыток воды, солей и очищают кровь от чужеродных веществ. По своей форме они напоминают фасолинки. Почки вырабатывают мочу, которая дальше двигается по мочеточникам к мочевому пузырю. Мочевой пузырь. В мочевом пузыре моча накапливается, чтобы потом организм смог от нее избавиться. Мочевой пузырь находится в самом низу живота и когда он наполняется мочой, то становится похожим на раздутый воздушный шар. Он может вместить около полулитра мочи, после чего человек чувствует желание пописать и моча выливается наружу через мочеиспускательный канал. Половая система мужчины и женщины создана для продолжения рода человека, рождения детей. Родить и кормить ребенка грудью может только женщина, поэтому ее груди больше, чем у мужчин. Половая система состоит из половых органов и желез мужчины и женщины. Процесс размножения – это создание нового человека, использующего женскую яйцеклетку и мужской сперматозоид. Это действие называется оплодотворением. Мужской пенис вводится внутрь женского влагалища, этот процесс – половой акт. Пенис испускает миллионы сперматозоидов, которые плывут сквозь влагалище и матку, оплодотворяют яйцеклетку в фаллопиевой трубе. Оплодотворенная яйцеклетка или зигота попадает в матку. Женская половая система. Женские половые клетки, яйцеклетки, развиваются в яичниках. Каждый месяц один яичник производит созревшую яйцеклетку, и она по фаллопиевым трубам выходит в матку и начинает делиться, развиваясь в эмбрион, а затем в новорожденного ребенка. В процессе родов ребенок выходит наружу через влагалище. Мужская половая система. Мужские половые клетки, сперматозоиды, вырабатываются в яичках. Во время полового акта в яичках вырабатываются миллионы сперматозоидов, поступающих в пенис. Из пениса они попадают в женское влагалище в процессе эякуляции, семяизвержения. Однако для оплодотворения яйцеклетки необходим лишь один сперматозоид. Рождение малышей. Эмбриональное развитие – это рост и развитие яйцеклетки из размеров булавочной головки до полноценного новорожденного младенца. Этот процесс длится около 9 месяцев и заканчивается выходом младенца из утробы, когда зародыш созреет. Все это время женщина считается беременной. После 9 месяцев, 40 недель, зародыш прошел полный цикл и готов к рождению. Ребенок начнет выбираться из утробы, когда там нет больше места. Глаза открываются и ребенок может увидеть сквозь ткань желудка матери. Вот так происходит развитие малыша в утробе матери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова